hi my students нынче мы в кратком сообщении используя тот опыт который у нас есть по матрице пифагора рассмотрим такое сенсационное заявление некоторого художника графера графика одновременно он является и психиатром врачом-психиатром дипломированным и одновременно является хозяином ресторанов петрович работал в телевидении пишет книги и разнообразный такой человек который пользовался популярностью до настоящего времени и вот мы попытаемся с точки зрения его матрицы пифагора разъяснить вот этот его неожиданный высер которую прозою космодемьяцкой совершил речь очевидно пойдет о бельжо андрей георгиевич бельжо ну и история вот здесь небольшая есть в википедии у него там дедушки были репрессированы но это много было репрессировано в этом отношении не он один но такая вот злоба против советской власти на к в связи с этим она накопилась у него видимо именно от дедушки вот это идет и он эту злобу перенес на на людей подвига которые его защитили благодаря которым он стал вот высшее образование получил вот раскрутился как еврей на этих ресторанах поскольку вот евреев то у нас подымает как говно на лопате сейчас они везде у нас евреи вот один из этих васерманов этот бельжо он на всю историю пытается переначать на свой манер используя откровенный ложь но то что он лжет сейчас везде известно потому что все справки опубликованы я здесь сошлюсь справки что зоя космодемьянская вовсе не болела никакой психической болезнь у него был менингит но менингит у меня вон есть тоже в школе учился у него был менингит мы с ним в первом классе в одном и там у него был менингит и ничего он потом сейчас живет прекрасно ему уже лета и лет и он нормально себя чувствует так что вот преувеличивать здесь вот так почему вот этот бельжот откуда у него вот этот прыщ прорвался в голове ведь это же только может так сделать больной на всю голову человек создав такой вот следственный диагноз такой его скомпилировав по образцу вот этих вот ежовых иберий он скомпоновал или там абакумов так только делал компрометировал поддельные документы создавал также и он тоже поддельное свидетельство на исторических пытаясь скомпрометировать славную историю великой отечественной войны но это понятно мы теперь понимаем поскольку у него репрессированный там он социально обиженный но в то же время вот оно все бельжота вот на его посмотрим этого бельжота бельжо в глубокой жо вот у него матрица смотрите какая матрица родился 26 6 53 года мать еврейка отец ну русский но он не русский он же был белжо и менял фамилии имена он белжо был без мягкого знака был дедушка то работал в полиграфии на госзнаки и там попал под репрессии но он не был католиком не зря менял он имена адреса менял адреса менял имена ну попал он вот под эту раздачу в тридцать седьмом году это многие так попали в общем то злобу тут копить вряд ли стоит а не одна не должна на внуков распространяться а тем более что дети его этого белжо не погибли благодаря тому что он появился а у меня вот один из там у моей родственник сокрестный папа у него не только его директор завода самого репрессировал но и сына сразу же молодого парня расстреляли и никого у наследников не осталось так что вот обижу еще повезло но вот у него такая психоматрица смотрите две единицы это характер это эгоизм близкий к эгоизму человек человек эгоист а вот энергетика у него три двойки казалось бы это целитель действительно какой-то врач но нулевка здоровья то есть ему врачевать нельзя потому что будет болеть и и болеет он видимо сильно на всю голову в связи с вот этой нулевкой здоровье и три двойки это чем больше двоек тем больше он болеет то есть у него болезнь она прогрессирует по всем направлениям ударила в голову согласно психоматрицы это отражает психоматрица пифагор был прав вот три две тройки это склонен к наукам человек но не использует логика у него хорошая прошлое будущее может видеть и следственной работе вот следователь пропал вот видимо у него задатки следователя они у него сейчас наверстывают упущенные вот ну в семейной жизни у него проблемы с созданием семьи это видно вот что у него нет никакой семьи шестерка вот это сложности с созданием семьи и вот это вот чуть а с другой стороны вот четверка это необходимость вот это женской дружбе в кавычках так остальные все элементы вроде ничего кроме еще везение вот он не везучий но конечно не везучий потому что он свой талант следователя зарыл и превратил его в антиследователя вот видимо что на этом примере мы тоже как бы показываем что психоматрица пифагора она работает то есть человек по жизни это мы для чего эти видео создаем для молодежи чтобы они получили профориентации правильно использовали те дары которые свыше им даны даже даны от бога и путь выбрали правильный в жизни и вот на примере бильжо мы как раз и показали что так действовать нельзя вот он медицинский рвался почему потому что там в эти годы конкурс был маленький а ему надо было юридически вследователи идти вот двумя пятерками то и с тремя двойками а здоровье поправляет за счет физкультуры надо физкультуру не забывать не про еду писать а про физкультура он все про еду про еду пишет и вот такие вот упущения так что вот мы делаем вывод какой человек почему попал в такое положение потому что должен быть другим совсем человеком он пошел не по своей дороге и уперся в тупик и он сейчас в тупике в моральном и физическом потому что это явный признак психического заболевания когда он выдумывает другому человеку тем более историческим персонажем он выдумывает свой диагноз его с политическими явными целями чтобы заручиться поддержкой фашистующих элементов которые набирают сил в стране вот за счет этих он это чувствует имея вот эти две пятерки и он сейчас вот эти очки перед фашистами набирает чтобы видимо не попасть под очередную раздачу когда будут раздавать но здесь он немножко ошибся у нас еще много людей как говорится живы которые у которых родственники погибли в войну честно защищая страну вот и в том же дело космодемианской тоже она принципе так же как и он она не русская человек и вот они между собой видите в какой конфликт друг другу уничтожает там ежов тоже не русский там ягода вообще вот ягоду уничтожал наверное его дедушку евреи евреи вот они брат на брата сына отца как в писании написано вот такие дела то есть несмотря матрица пифагора она не смотрит на национальности русские то евреи или все видно что если он должен быть одним человеком тонн и должен по этому пути развиваться и и родителям тоже урок большой они должны ориентировать человека там иногда его там заставляют на скрип очки играть там то а у него нету таланта его вот пизде пихает на конкурс и все он играет ну как механический человек на этой скрипке все дальше не продвинется а если психоматрица его рассмотреть то он может быть действительно поваром каким-то будет или врачом или будет ученым каким с двумя тройками он же мог бы ученым быть вот в этой криминалистике имеет такую интуицию то есть человек себя просто загубил несмотря на то что вот он тут поднялся его подняли на этой либерастической волне и вот явно зазнался товарищ вот но чтобы вот этого у вас в судьбе не было в наших студентов и наших школьников и родителям урок как сказка ложь давней намек добрым молодцам урок вот на этом мы краткое наше сообщение и закончим на сегодня здоровья вам следите за своей психоматрицей работайте на и улучшения следуйте те недостатки которые там есть исправляйте те преимущества полностью используйте которые вам там дал от дано в жизни успехов вам здоровья и не съехать с катушкой с катушкой как наш уважаемый товарищ господин биржу спасибо за внимание всего доброго